Мне бы хотелось поделиться своим опытом фотографии на эту прекрасную камеру. Я хотела, во-первых, другую камеру взять, но мне попалось видео Полины Вашингтон о таких камерах. И тогда я поняла, что всё, это мой шанс купить эту камеру, начать смотреть на мир по-другому и замечать какие-то новые вещи. Надо покупать. И также у Полины, как я понимаю, есть канал, посвящённый этим детским камерам. Там все обмениваются опытом, и там прям действительно очень крутые снимки. Я только буду стремиться к таким снимкам. То, что получила я, это, наверное, не то, что я хотела получить и увидеть. Но мне кажется, к этой камере надо приноровиться и понять, в каких условиях, при каком вот этом фокусе экспозиции эти кадры будут в выигрышном варианте получаться. Хочу также показать, что было вместе вот с этой камерой в этой упаковке. Во-первых, была чековая лента, которая уже вставлена. И, кстати, я уже очень много фотографировала, и всё равно её достаточно ещё. И обязательно, если вы открываете, то закрывать вот так, чтобы оставался вот этот язычок. Сама коробка вот такая весёлая, и она очень хорошего качества, очень приятная. Я думаю, что в подарок такое получить было бы вообще супер. И внутри, конечно, всё выглядит иначе, когда вы открываете здесь, потому что я этим уже пользовалась, открывала, и всё выглядит так неряшливо. Вот такой есть ремешок, который можно прицепить к камере вот здесь и так носить. Это, конечно, плюс. Если вы любите такое, то вы можете это вообще как-то закастомизировать и прицепить к какой-то классической сумке и ходить с этим и радоваться. Также в комплекте шла карточка, которая уже вставлена, получается, вот с этой стороны. Кто-то на неё жалуется и говорит, что нужно купить новую, тогда всё заработает. Не знаю, у меня проблем не было пока что, поэтому я не жалуюсь. И это адаптер, в который вы вставляете сюда карточку и вставляете уже в ноутбук непосредственно. Может быть, в этом проблема, я не знаю, честно, не пробовала. Также здесь был шнур USB, который в целом, я вам скажу, ну, выглядит достойно. То есть это не прям фикс прайс, так скажем. Но хороший провод, но я заряжаю всё равно другим. Самое интересное, мимимишное, можно надеть вот эти ушки на фотоаппарат и ходить вот так. Это очень мило, но мне нравится без этой оболочки, так скажем. Но это тоже прикольно. Далее, что мы ещё имеем? В комплекте шла чековая лента обычная, которая вставлена. И, кстати, хочу обратить внимание, что вставлять плёнку надо именно вот таким образом, чтобы язычок шёл именно так. Это даже в инструкции написано. Вот так выглядит инструкция. Здесь есть на английском всё, что нужно. Кроме вот этой чековой ленты, есть другая лента, и она клейкая. То есть вы можете что-то распечатать и потом это уже приклеить в ежедневник. После того, как вы научитесь загружать на этот фотоаппарат снимки на карту, чтобы он видел их, вы сможете печатать, что вы захотите. И это устройство совмещает в себе как функционал принтера, так и фотоаппарата. Это круто. Такие наклеечки. Это очень мило. Ну и последнее, что здесь есть, это такие фломастеры, и ими можно раскрашивать фотографии. Этот фотоаппарат, он печатает чёрно-белые снимки, и вот можно фантазию включить. Очень удобно, что в принципе в этой коробке можно это всё хранить, она не занимает много места. Так что определённо плюс вайп. Какие плюсы вообще я могу отметить у этой камеры? Мне нравится то, что она быстро включается. То есть с точки зрения техники всё хорошо, она не зависает у меня. Я видела комментарии, что когда долго печатаешь, она там может что-то подвисать. У меня такого не было. Также мне нравится, что можно сфотографировать. И знаете, вот как на Инстекс вы фотографируете, и у вас получается один экземпляр этой картинки. И это прикольно. Да, это понятно. Но хочется, конечно же, подарить друзьям. Но ты не можешь повторно распечатать эту фотографию. В старших моделях, более новых, можно такое, конечно, сделать. Но в самых обычных нет. Здесь прикол в том, что вы можете печатать одну фотографию неограниченное количество раз. Вы можете сделать хоть калаш из девяти фотографий одинаковых. Всё это благодаря тому, что здесь просто есть галерея. Сюда можно ставить карту памяти, насколько хотите, гигабайт. И просто фотографировать. Также мне нравится вот эта свобода, что ты можешь пойти гулять. Тебе не обязательно сразу печатать все фотографии. Ты можешь наснимать, потом прийти домой, включить функцию печати и печатать фотографии. Это очень удобно. Это вообще какой-то тестовый кадр. Сначала камера печатает вот так, потом она, конечно, разгоняется и становится получше. И первый кадр, который я сделала на неё, это был вот этот кадр. Лампу вот эту я снимала. Мне как раз-таки понравилась здесь контрастность. И здесь ещё 48 мегапикселей я поставила. И после тех фотографий я решила, что я лучше сделаю качество похуже. Это будет прикольнее. Подъезд. Здесь отсвечивается в луже арка. Также вот утренние фотографии. Ещё просто люди гуляют. И подъездная дверь. Ну и, конечно же, как же без этого? Оказывается, там можно сразу снимать такой коллаж. Это сделано как раз на селфи-камеру. Конечно, здесь экспозиция пипец. Но Федька получилась вообще очень круто. И луна тоже засветилась жутко. Просто привидение какое-то. Но сама вот фотография, качество пипец. Детализацию. Так что на сегодня такой вот результат получился. Я считаю, это, наверное, первый день. Вчера такой пробный был, нулевой. Сегодня вот результат первого дня. Также из плюсов я могу отметить то, что она маленькая. И это очень круто, потому что я с собой на фотосессии или на прогулке могу взять два фотоаппарата, плюс ещё объектив и ещё плёночный фотоаппарат. И вот эта малышка, она отлично помещается в сумку. Никаких проблем. Она лёгкая. Если мы говорим про расходный, так скажем, материал, плёнку. Вот эту вот чековую. Я знаю, что так как эта плёнка нагревается, вот эта чековая лента, то она может выделять вредное вещество. Я также знаю, что продаётся безопасная лента. Она, конечно, дороже. И здесь вот вопрос. А нужно ли рисковать своим здоровьем ради фотографий и покупать какую-то дешёвую ленту или всё-таки вложиться в своё здоровье, так скажем, и купить нормальную, безопасную эту чековую штучку. И я всё-таки скорее выбираю второй вариант. Я понимаю, что пока у меня есть вот эта вот штучка, я буду максимально пробовать разные кадры и изучать эту камеру, потому что она печатает по-разному. Здесь есть разные также уровни контраста при печати. Поэтому сейчас у меня вот такое настроение экспериментов. Что я вижу, то я и снимаю. Я особо не задумываюсь, как это получится. Но потом мне нравится сравнивать. Ага, здесь были вот такие условия, получились такие картинки. Здесь я контраст поднажала, то получился такой результат. Похоже, что теперь каждый выход будет сопровождаться использованием вот этой камеры. И за сегодняшний день вон уже сколько снимков получилось. То есть в особенности я смотрела разницу контрастности. Там, когда печатаешь, можно поставить значение 1 и до 7 такой диапазон. Ну, заметная контрастность, с учётом, что здесь вот яркое солнце на обои фото. Это прям одно и то же место, просто здесь 1 контрастность, а здесь 7. И здесь мне, конечно, нравится больше. И против солнца тоже красиво, кстати, снимать. Здесь уже солнце направлено на деревья, и здесь, конечно, уже экспозиция шалит. И есть такой лайфхак. Вы переводите, вот допустим, ваш кадр, и вы переводите камеру. Всё темнеет, и экспозиция нормальная становится. И затем вы нажимаете съёмка и быстро переводите камеру на объект съёмки. И тогда более-менее с экспозицией нет проблем. Там же есть функция выбора количества мегапикселей и качества печати. Я думаю, что это очень сильно влияет на результат, который мы получаем. И с этим тоже надо экспериментировать. Нравится, что эта камера позволяет экспериментировать. Потому что у меня есть Polaroid, где картридж стоит из 8 фотографий тысяч 3-4, наверное. Сейчас, может, и выше. И здесь давать себе волю экспериментировать вообще не хочется, потому что очень жалко. А здесь пошёл на фотку и так далее. Из минусов могу подметить своё ощущение в плане камеры. Я перекинула эти фотографии на компьютер. Я посмотрела вообще, а что это вообще за фотографии получаются, вот цифровые, как они выглядят. Я поняла, что это просто плохая камера, которая есть вот на андроидах, точнее была. И у меня раньше был планшет на андроиде. И там была просто, вот знаете, камера, которая всё замыливает. Вот даже я не знаю, как это писать. Такие мыльные пятна получаются. Не вот чёткие вот эти мегапиксели, а вот такое всё, прям не очень. И я такая думаю, блин, чё? Меня это, конечно, расстроило. Потому что, ну, что здесь же две камеры, есть вот это и вот это. И они как будто реально с андроида. И это понятно. Потому что если бы здесь хорошие, качественные были камеры, то это бы не стоило 3-4 тысячи, и там меньше, больше и так далее. Это бы стоило уже, как, не знаю, профессиональная какая-то тема. С другой стороны, опять же, с этим нужно уметь играть. Нужно вот это всё вот видеть, понимать, что у тебя получится и так далее. Поэтому к этому можно приноровиться. Я бы хотела ещё подметить, как я использую вот эти вот фотографии и как я хочу их хранить. Вообще вот эта вот тема, то, что они выцветают, вот эта вся штука. Я всегда после фотосессии хотела делать какой-то подарок моим клиентам, моделям, которые ко мне обратились и провели со мной время. Я думаю, ну, как-то распечатать фотографии и потом передать их. Ну, это как-то напряжно, потому что не со всеми людьми ты потом пересекаешься снова. Это бывает вот одна рабочая съёмка и всё. Потом какие-то инстаксы тоже покупать. Но это дорого выходит. Это, конечно, круто, но не знаю. А тут появилось вот это. И я такая, опа! И вот у меня уже было три съёмки, на которых я на память отдавала фотографию с этого фотоаппарата. И это очень крутой бонус. Самое крутое, что ты уходишь с фотосессии даже вот как модели. Ты думаешь, что там вообще получилось на фотографиях, будут ли у меня вообще эти фотографии. А здесь у тебя уже в реальном физическом мире есть вот это подтверждение. И это прямо, мне кажется, так цепляет. Это очень круто. По поводу, как я хочу это хранить, я также в чате по вот этим камерам поняла, что очень круто брать какой-то малискин или вот что-то с неленованной бумагой и располагать эти картинки. Как-то, не знаю, коллажировать или просто ровной сеткой размещать эти фотографии и так хранить. Также есть альбомы маленькие для инстакса у меня есть, но я понимаю, что у меня так много этих будет чековых фотографий, что мне этого маленького альбома вообще не хватит. Мы обсуждали вот со знакомой, что можно ламинировать эти фотографии, и якобы они будут дольше не выцветать и сохранять вот прежний как бы вид. Не знаю, про ламинирование, как будто еще запариваться надо, что-то там утюжить, ну нафиг. А, кстати, еще я видела в металлической коробке тоже хранят, и там они меньше воцветают. Вот сейчас у меня вот эти вот пачки фотографий просто лежат в ежедневнике, чтобы они не попали под солнечный свет и так далее. Кстати, про вот эти выгорания и еще что-то. Это можно также сделать в творческой форме. В том плане, что, допустим, положить фотографии на солнце, какие-то элементы закрыть, там, не знаю, монетками или бумагой или еще чем-то, я не знаю. И тогда определенные моменты на фотографиях высветятся. Правильно же? Ну, по-моему, это будет интересно, как засветка на фотографии пленочной в мылице. И также, я думаю, можно поиграться там с водой или растворителями, что-то покапать. Ну, короче, на самом деле, вот эта тема, она бюджетная, и столько здесь творческих моментов, может быть, это пипец. Что мне больше всего, наверное, нравится, это вот свобода, эксперименты и все такое. Вот эта фотография, она может стать не самоцелью. Эти вот кусочки кадров можно использовать в каком-то большом проекте. Например, как у меня в журнале Countryside Living использованы просто распечатанные на принтере фотографии, которые заколлажированы и так далее. И среди таких фотографий могут оказаться и пленочные вот эти чековые кадры. И это только разбавляет какой-то арт-проект. То есть, я думаю, такой ролик получился. Если у вас есть вопросы по вот этим игрушечным детским камерам, то пишите в комментарии. Также заходите в чат Полины Вашингтон и читайте там очень много информации. И просто пробуйте. Вдруг именно вы откроете какое-то новое знание по пользованию этой камеры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну, все как обычно. И самое главное, не теряйте себя. До следующего видео. Пока.